Добрый день уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Давайте поговорим сегодня немного о золоте, о том можно ли использовать его как защитный актив в периоды кризиса, ну а также проведу традиционный обзор по остальным валютам. Поехали! Нисходящая коррекция доллара продолжается, а значит что курс золота сейчас немножко в росте, однако скорее всего это ненадолго. Ну раз затронули индекс доллара, давайте сразу я покажу, что я думаю по индексу доллара. Я говорил о том, что около линии поддержки, вот эта зеркальная линия 103.767 цена отобьется и вот она недавно подходила уже к этому уровню и отбилась. Однако, если посмотреть график D1, здесь я не вижу разворотной фигуры, то есть вот эта дневная свеча по идее должна была преодолеть предыдущий максимум, она его не преодолела. Поэтому пока что есть тенденция к дальнейшему снижению и все-таки четкой отработке сигнала от уровня 103.767, о котором я говорил в прошлый раз. Теперь давайте посмотрим золото. Золото также движется потихонечку вверх, вот так вот ползет, так же как индекс доллара снижается. И возможно, что оно все-таки дойдет до уровня 50 и 61.8. Прошлый сигнал мой отлично отработал, просто ювелирно от уровня 38.2. Поэтому, если вы хотите не просто смотреть обзоры различных аналитиков, но и зарабатывать на этом, обязательно переходите ко мне на канал, подписывайтесь, ссылка в описании и зарабатывайте вместе со мной. Итак, если цена дойдет до уровня 50, отсюда продаем и зарабатываем на падении. Если дойдет до уровня 61.8, так же продаем и зарабатываем на падении. Если же все-таки до туда она не доползет, а пойдет вниз, то здесь есть мощный уровень поддержки. Смотрите, три раза уже цена отбивалась, поэтому от этого уровня цены 1613 долларов за тройскую унцию можно будет покупать, заработать на краткосрочном росте. Кстати, если у вас есть долгосрочные прогнозы по золоту, то можете использовать моего робота в режиме buy или в режиме sell. Очень удобно я его поставил, он снимает эмоциональное напряжение, снимает рутинные операции с вас и дает заработать вам по полной. Поэтому, кому интересно, переходите по ссылке в описании на мой канал, там под любым видео ссылка на моего торгового робота. И клиентам компании A-Markets я даю его в пользование бесплатно. Теперь давайте посмотрим остальные валюты. Евро-доллар движется в таком боковом тренде, замер, перестал расти и я ожидаю, что все-таки он пойдет вниз. Если он это сделает, то здесь его ждет две линии поддержки. Одна наклонная в районе цены 1.03.83 и вторая внизу горизонтальная линия в районе цены 1.00.94. Также можно будет от нее покупать и зарабатывать на росте. Британский фунт к американскому доллару. Мы видим, что на таймфрейме M30 здесь есть два минимума, на которых основана линия поддержки. Если цена дойдет до этого уровня, то от нее отобьемся и можем зарабатывать на росте. Если посмотреть таймфрейм побольше D1, то здесь также мы видим сетку Fibonacci. У нас восходящий тренд пока что. И если цена доползет, она сейчас как-то замедляется до уровня 61.8, то от нее можем продавать и зарабатывать на падении. Доллар канадец, напоминаю, шел сверху вниз и сейчас пошел в коррекцию наверх. И поэтому пока что не отработал уровень Fibonacci 50 и 61.8. Однако пока что он не преодолел максимум, поэтому уровни Fibonacci сохраняются. И я ожидаю, если он до них дойдет, очень четко от них отработает. И можем заработать на краткосрочном росте. Также цена идеально отработала уровень 23 дважды, уровень 38. А значит она может еще раз отработать, потому что цена достаточно ушла далеко. Поэтому если будем возвращаться вниз к этому уровню 38, я ожидаю, от него еще раз можно сделать покупку и заработать на росте. Швейцарский франк японской иене также имеет линию сопротивления. Если цена до нее дойдет, отсюда в районе цены 147.692 продаем, зарабатываем на падение. Также смотрите полный обзор на моем канале, ссылочка в описании. Также я посмотрел там несколько акций американских компаний, которые выросли в цене после начала украинского кризиса. Кто на этом больше всего заработал и правда ли, что акции выросли, смотрите в моем полном обзоре. Ну а теперь давайте посмотрим, что нас ждет на фронте экономических новостей. В понедельник будет новость по ВВП в Британии, сразу две новости, месячная и квартальная, поэтому обратим на это внимание. Во вторник сразу три новости по индексам потребительских цен, это показывает инфляцию, поэтому повышенная волатильность нам обеспечена. В 16.30 не пропустите, а также подписывайтесь на мой телеграм, я там заранее стараюсь оповещать. В среду индекс потребительских цен также в Британии, а также под вечер у нас идут заявления ФОМС, решение по процентной ставке ФРС и пресс-конференция ФОМС. Это традиционно увеличивает мощную волатильность. Здесь еще наложилось к этим пресс-конференциям заявлениям, еще и решение по процентной ставке. Оно еще сильнее повышается, то есть 4,5%. Я думаю, это может еще сильнее укрепить доллар. В четверг новости по Новой Зеландии, ВВП. ВВП уменьшается, это может ослабить новозеландский доллар. А также днем решение Центробанка Швейцарии по процентной ставке, и здесь оно также увеличивается. Это, кстати говоря, впервые в истории, вот я наблюдаю. Раньше была процентная ставка отрицательная, кто не знал, и не видел ее никогда. Я это видел, и сейчас я вижу, как она повышается, и это, конечно, очень удивительно. Мы можем ожидать укрепления швейцарского франка, будьте внимательны. Также в 15 часов решение по процентной ставке в Британии, также увеличивается на 0,5%. Можем ожидать краткосрочное укрепление британского фунта. Ну и ближе к вечеру решение по процентной ставке в еврозоне, также увеличение на 0,5% пункта. Пятница достаточно спокойная, ну если не считать решение процентной ставки в России. Хотя оно здесь не планирует изменяться, поэтому, скорее всего, ничего интересного мы не увидим. В пятницу уже можно, скажем так, отдыхать. Ну что, вот такие новости у нас на этой неделе. Ставьте лайк, если видео было полезным. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.